здравствуйте дорогие друзья сегодня воскресенье 25 декабря тема наша новые небеса и новая земля некоторые люди исповедующие и древние античные представления считают что реальные физические объекты это что-то плохое да это очень древняя восточная философия на тему что материальный мир создавал плохой бог а духовный мир нематериальный создавал хороший бог и поэтому люди как бы тяготеют к невидимому к нематериальному а если бы действительно так это было на самом деле все бы тяготели к возвышенному но вот это вектор не очень хороший бог создал нас материальными физическими в телах наших и чтобы в этих телах конечно же обитала благодать истина слава божья богоподобие и так далее поэтому господь хочет создать новое небо и новую землю под реальную физическую осязаемую такую действительность которой ты прикасаешься в которой живешь наслаждаешься об этом даже древние пророки говорили в частности пророк исайя в 65 главе мы читаем интересные слова о том насколько красивым будет этот новый мир но опять же в него не все верят и не все воспринимают это описание как реальное ну что мы находим высажившись это говори 17 стиха вот говорит господь я творю новое небо и новую землю и прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце а что же ожидает верующих в этой новой земле а вы будете веселиться и радоваться во веке о том что я творю ибо вот я творю иерусалим весельем и народ его с радостью знаете замечательные слова некоторые думают что вот вечность которую дарит господь она может быть скучной но друзья как можно представить себе что-то скучным вот если господь называет это весельем если вы вспомните какие-то моменты из своей жизни когда вам было очень радостно очень увлекательное знаете даже кушать не хотите настолько увлечены процессом и думаете как бы он продолжался подольше а если еще и кормить будут вообще замечательно правда так наверное надо представлять господа который создал наш мир очень креативно что и вечность он тоже предлагает провести радостно с весельем это не унылое созерцание каких-то там радужных цветов или веселых пони нет это будет очень очень увлекательно бог плохие вещи не предлагает что еще господь говорит и буду радоваться в иерусалиме и веселиться о народе моем и не услышится в нем более голос плача и голос вопля на фоне всех тех бед которые есть на и земле мы должны понимать мог хочется уже как-то отдохнуть от этих страданий мы же не мазохисты на этой земле мы устали просто страдать и бог говорит вы будете радоваться будете веселиться поверьте поводов будет много но вот интересно еще описание двадцатом тексте такое там не будет более малолетнего и старца который не достигал бы полноты дней ибо столетний будет умирать юношу но столетний грешник будет проклинаем а слово конечно сложное по выражению когда кто-то говорит что в вечности столетний будет умирать юноша здесь важно правильно этот текст перевести в нашем синодальном он немного вызывает недоумение но он может быть понят а именно столетний юноша будет переставать юношей быть в сто лет то есть юность настолько она будет сильная и вообще старости как бы не будет что и в сто лет человек еще будет юн его только становиться взрослым поймите логику мы-то считаем юношу но человек там 18 в 20 лет вот он становится взрослым и он так бы перестает быть юноша здесь просто сложный такой перевод немножко корявый но любом случае он имеет объяснение но столетний грешник будет проклинаем то есть на фоне того что бог делает для иерусалима для вечности человек даже если он сто лет достигает но он грешник то в этом нет никакой радости он проклинается сто лет это небольшая добродетель но еще важный момент конечно господь эти пророчества говорит не только о вечности говорит о земном иерусалиме потому что те пророчества которые описывая писая иеремий многие другие пророки они имеют двойное значение поэтому относительно земной жизни эти слова могут быть употребимы то есть люди будут достигать полноты дней они преждевременно умирать не будут еще раз это не про вечности брать вот просто наличие смерти это про земной иерусалим к которому господь хотел чтобы тянулись все народы и какой-то период времени на это было бы есть такое царство в котором все живут очень красиво полноценно радостно угождают богу да они умирают но это смерть 1 она не страшная потом люди спустя столетия когда свершится спасение во христе они будут воскресать и уходить в вечность надеюсь эта идея понятно но что еще будут делать и на земле в иерусалиме делали бы если бы удалось израильский народ сделать таки божьим народом выполняющим его миссии что будем делать вечности вот мне это очень нравится а что именно и будут строить домы и жить в них и насаждать виноградники есть плоды их не будут стоить чтобы другой жил не будут насаждать чтобы другой ел ибо дни народа моего будут как дни дерева и избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих не будут трудиться напрасно и рожать детей на горе ибо будут семенем благословенным от господа и потомки их с ними и будет прежде нежели они вас зовут я отвечу они еще будут говорить я уже услышу и волки и гненок будут пастись вместе и лев как волк будет есть солому а для змея прав будет пищей они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей такие замечательные слова рассказывают и о том что на земле можно было бы построить своеобразный рай если бы люди захотели но самое главное будет на небесах многие вещи напомню они относятся двояко как определенным временным промежутком на земле так и к вечности поэтому нельзя их миксовать и когда возникают вопросы на тему как там кто-то будет умирать или рождать детей ведь иисус сказал что там нету полов якобы как ангелы все живут то есть если что-то нам неизвестно непонятно давайте чисто не на абсурде воспринимать эти слова воспринимать их как-то позитивно то есть на земле до в земном царстве было бы так и даже со смертью но исполненных днями и может быть рождение детей и так далее в небесах чуть по-другому то есть мы собираем общую картину и так бог дал пророческое наставление о том что новые небо и новая земля это удел человечества вы же к этому очень сильно приблизились в отличие от времен пророка исаи и такие описания новом небе и новой земле были не только пророка исаи а также апостола петра и апостола иоанна и вот во всем этом рисуется цель ради чего мы проходим земные страдания ради чего мы здесь на земле совершаем миссию как израильский народ как христианский народ но входим ту самую обетованную землю где обитает правда здесь на земле уже надо к этому готовится уже предвкушать надо уже что-то делать из того что будем делать в иерусалиме в частности строить домы и жить в них насаждать виноградники есть плоды от них об этом соломон говорил что человеку отрадно видеть плод или результат своих дел поэтому давайте выполнять свои земные задачи делать их достойно так мы и к вечности готовимся если на земле вы уже начали вести себя так сказать достойно хорошо а в небесах продолжите а там идеальные для этого будут условия пусть господь нас в этом ожидании благословит